Поехали. Миша Литвин готовит коллаборацию с Мистером Бистом. Чё, серьёзно? Нихуя себе. Настрой кинул подписчика, но перевёл деньги Моргену. Да, это вообще, да. Бля, знаете, чем акту... Ну, чем круто... Я только сейчас допёр или раньше допёр. Чем круто смотреть ОГБлогеры. То есть мы смотрим не, собственно, типа... Ну, вы поняли, короче, мы смотрим новости, соответственно, то есть контент лутаем и ещё обсуждаем актуальные темы. Потому что если бы я запустил стрим и сказал «Вот, Моргенштерн, Мистер Бист, Литвин и так далее». Это было бы странно. А так мне подают, короче, какую-то новость. Я такой «Моё мнение таково, бля». Прикольно, да, сука? Ну, хороший контент. Так. Лерчик и её мужа Артёма подозревают в изменах. Калагриевы укусил официантку в ресторане... Попался, который кусался. Ну, я повторил эту шутку, чтобы на Перезаливах поржали ещё. ...вернётся на ринг. Всем привет! Вы на канале ОГБлогера. Привет! У неё реально такая, бля, привет. Бля, круто, реально круто. Молодец, прикольно, бля. Бля, может украсть, бля, хорошая идея. Самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк, и... И тогда мы уроки «Как ебанём» сделаем. Поехали. Я люблю. Прошли сутки с момента всплытия информации о подаче на развод блогерши Лерчик со своим мужем Артёмом. Бля, кто это? Ёбан, вот нахуя. Начали появляться... А, у Лиды тоже... ...видео и факты о паре, после которых это уже не выглядит прям хайпом. Вот, например, Валерия на дне рождения Алины Акиловой полгода назад в сильном алкогольном опьянении обнимается с одним из друзей супруга. Артём там тоже присутствовал, но друг друга они почему-то сторонились. Близкие источники к паре... Да похуй, братан, да кто это, блядь? ...что проблемы у них начались ещё летом. Публике они, конечно же, ничего не рассказывали. Это не инфо-цыгане, а люди, которые обладают секретным знанием для того... Ну, понятно. ...действовал запрет на пользование соцсетями. Их даже пытались помирить родители, вводили в церковь и к психологам, но ничего не помогло. В институте... Ха-ха, блядь! ...продолжает делать вид, что всё хорошо, даже выкладывает ролики, где муж играется с детьми, а она что-то говорит на фоне. Чё он там е... А, перчики какие-то. Но при этом никаких опровержений информации из СМИ не даёт. Добро, да похуй. Да реально, забей хуй. ...сегодня утром попросила дать время, чтобы собраться с мыслями и всё... Да забей хуй, всем похуй, да похуй, реально. ...снить. Тут можно лишь предположить, что развести пары... Что всем похуй, можно предположить? ...шило мирно, без конфликтов. А чё леда, чё вы пишете, тг леды, а чё там? А уже потом сделать из этого инфоповод, может ещё и курс какой-то продадут. Ребят, я знаю, что все хотят каких-то комментариев, все хотят кляски на костях. Я пиздец как хочу комментариев, бро. Всё, что было, всё, что есть, останется внутри нашей семьи. Вот, поэтому, пожалуйста, не пишите. Пиздил шутку. Моё, типа кусался, вот это, да? Я сейчас проверю нахуй. То есть, подожди. Попался, чё-то, который кусался, это леда себе написал. Поехали, сейчас второе разоблачение. Он реально это написал, блядь. А когда? Сегодня в шесть вечера. В шесть вечера сегодня написал, а я пошутил. Я когда запустил стрим? В четыре часа и сразу же пошутил. Я запустил стрим в четыре часа и сразу же пошутил. Он у меня украл. Конфликт. Короче, ребят. Вот сука. Короче, блядь. Леда — это непорядочный человек, я вам так скажу. Вот зайдите на его канал, это же просто, блядь, это же просто кринж. Чел, ты реально... Ты реально вот это выпустил? Спасибо, Господь. Чел, ты реально это выпустил, блядь? Вот эту песню, блядь? Пиздец, блядь. Спасибо, без пор, что я такой охуенный. А, вы поняли, да? Песня о том, какой я крутой. Охуеть. Он собака, блядь. Ты че свое что не придумай? Эээ, блядь. Эээ, эээ, блядь. Ты че нахуй, родной, блядь? Видите, ни Лере, ни мне. Дайте нас спокойно пожить. Это моя шутка, блядь. Несмотря на все заявления Саши Стоуна об окончании карьеры бойца, он не исключает возможности возвращения на ринг. Его продолжительное время, скорее всего, специально цепляет медиабоец Фарид Едулая. И вчера напрямую выдвинул предложение подраться на следующих съемках их промоушена, где Саша чаще всего просто ведущий. Саша, давай, перестань бегать от меня уже. Давай. Хули ты от меня бегаешь? Нашего дела, 83. Давайте, друзья, ему напишите, и также на следующий турнир я готов уже с ним быть. Здорово, блядь. Он с таким же Стёбом выразил согласие, но есть небольшая загвоздка в массе тела. Стоун в данный момент весит под 90 килограммов, а вот Фарид еле дотягивает до... Вот такой пиздак даст, боже мой, блядь. ...недести. То есть нужно кому-то либо срочно худить... Я 90 вешу, а я толстый, блядь. А он мышцы, нахуй. Ебаю, вот такой в пиздак, да, треснет, блядь. Либо толстеть, и тогда может что-то получится. Блядь, ну надо закон, короче, я считаю, выводить, короче, кто, ну знаете, до определенного момента докачался там, или там мастера спорта получил, оформлять его руки как холодное оружие, я считаю, реально, я на полуинтересно так думаю, блядь. Реально оформлять руки как холодное оружие. Кому-нибудь в пиздак дашь, умер, блядь, все, считай, как ножом зарезал, я так считаю, блядь. В же тренировок прошлой ночью устроил драку наш любимый Никита Калагриевой. Он до сих пор... Реально убить можно такими, да, ручищами, блядь, вот с такой, реально с такой дуростью вообще у себя. 90, 90 килограмм, нахуй, тип, в мышцы, блядь. ...находится в Новосибирске, где на всю катушку отдыхает с друзьями и не следит за количеством выпитого алкоголя. О-о-о, поехали, это нормальная тема, поехали. Придурка гасить, поехали. В одном из заведений он даже начал приставать к официантке. Сначала лёгкие колени, а потом начал делать непристойные намёки. На грубый отказ продолжать общение Никита её укусил за ногу. Это не он, это Кощей. В этот момент... Вы не поняли, это не он, это Кощей, блядь. ...другой персонал завязал из драка. Той ночью, спустя полчаса Калагриева сумели выпроводить на улицу, вызвали полицию и написали заявление. Сейчас проводится... Донос! ...проверка, а сегодня утром к нему в отель нагрянула полиция, задержала и доставила в отдел. Он собирался улетать в Москву, но придётся задержаться до завтрашнего... Улетел, блядь. А улетел на нары, блядь. Ему лишь грозит статья о мелком хулиганстве, которое обычно наказывается штрафом и арестом до 15 суток. Понятно. Миша Литвинка... Он же ещё мастер спорта, вот тоже мастер спорта по боксу. Помните чё-то такое? Вот такой же, блядь. Напился и пол ресторана расхуярил ручками своими, нахуй. Да вот как такого не бояться? Вот как от него отбиваться? Вот я сижу, да, вот он в ресторане орёт, и чё мне ему сказать? Слышь, ты, блядь, закрой ебаду, он меня убьёт, нахуй. Он же пьяный, он же не соображает, блядь. Видели там от него охрана бегала? Чё, мастер спорта по боксу, пьяный, нахуй. Вот чё ему... КМС он, да, блядь, да пиздец там. Вот чё ты ему скажешь, блядь, если ты, ну, без говна, без ствола какого-то же пиздец, блядь. Без раздачи подарков в конкурсе с энергетиками. Главным призом была его личная тачка... К девушке, да, к девушкам, там, чё-то приставал, за ноги кусал, ёпу, блядь. М8. Победители определили рандомным образом. Им стал 19-летний парнишка из Барнаула по имени Никита, купивший ещё в январе одну баночку в пятёрочке. И он мог упустить удачу, так как до него не было возможности дозвониться. В итоге, с помощью друзей, чей час вышел на связь, оказалось, что в ответственный момент отошёл покушать. Договорились, что... Нихуя он там покушал, блядь. В итоге, с помощью друзей, чей час вышел на связь, оказалось, что в ответственный... Ебать, это они кушают в подъезде стоят? Смотрите, в подъезд, блядь. В подъезде стоят, говорит, кушают. ...приедет в Москву, где уже под камерами заберёт приз. А продавать или на ней ездить, Никита пока не решил. Наполеон наебал опять, блядь, полюбовно наебал. В шоке от удачи. В процессе ожидания Миша ещё сделал интересный анонс. На него, как вы помните, за 10 миллионов рублей для рандомного человека подписался Мистер Бист. У них состоялась небольшая беседа... А, всё-таки подписался. Ебать, Мистер Бист, заебался, ему все пишутся. Ты подпишись на этого. Хорошо, там, на Молстрой подписался. Тебе на этого? Ну, ты идите на... Я бы уже на втором психанул, отвечаю. Которое у Литвина то ли есть уверенность... Был бы я Мистер Бист, я бы сказал, ой же, блядь, ладно, на первого подписался, окей. Но второй вы меня заебали, мне на всю Россию подписаться. То ли они уже договорились о какой-то коллаборации. У нас есть коннект с моим кумиром, короче. Моей сферы именно, моей сферы. И дай бог, в недалёком будущем кое-что будет интересное. Понял. Это я вам обещаю. Просто я очень не люблю раньше времени, рассказывать о своих планах. Понял. Завтра же уже точно состоится совместный стрим Молстроя и иноагента Моргенштерна. О нём они пытались... Видел, видел, я смотрел. Ну, не всё, но смотрел. Так как Андрей всем за всё платит, Алишер выдвинул... Его сферы, ну, видимо, наёберство, курсы, видимо, Мистер Бист тоже не страдает. Условия в 1 миллион долларов за встречу. Этой ночью он как раз... Бля, миллион... Он реально, я видел, короче, видос, где он показывает, обновляет, типа, счёт, и там реально лям, типа, прибавилось. Ну, не знаю, фейк не фейк, короче, но если они фейк... Ну, чё я могу сказать, Молстрой очень его любит, блядь. Это реально его фэн 100%. Просто прикиньте, он Дрейку, да, насколько я помню, лям заплатил. Дрейк, блядь. И Дрейк охуелся, это миллионы, да? Он ему голосовый... Бро, ты чё, нихуя, ты пацан крутой, а чё, давай общаться, ну, понятно, типа. А этому чё, лям заплатил, нихуя себе, блядь. Он точно его любит, он пиздец, как его любит. Где сейчас обитает его оппонент. И там, буквально за пару минут до его отлёта в Алматы, необходимая сумма была переведена на счёт. Так, говорит, проверять. Давайте, смотри. Во, и вообще обновляет, там реально лям, нахуй, смотри. Мой трасс валит, пока не... Пиздец, я бы охуел, точно. Кстати, не до... Ааа, подожди, блядь. Подожди, подожди, да, ебали, блядь. Вот мы... Смотрим, блядь. Чё-то 356 долларов, смотри. Мы это развалят, пока не... И теперь миллион 270 с чем-то. Подожди-ка. 356 тысяч? Ой, 356 долларов плюс миллион, получится миллион 356, блядь. Ха-ха, дешёвка, блядь. Чел, ха, ты продешевил по факту, вот и всё. Дешёвка, блядь, чё я могу сказать? Ну, это вообще пиздец, блядь. Вот он... Вот нормальный пацан отвечал бы за слова. Сказал лям, значит, за лям, блядь. А он ему меньше перевёл. Ха-ха, кринж. Челы, это кринж. Комиссия, да? Вы серьёзно, ребят? А, я не понял этого, блядь. Нихуя спасибо, ребят, что написали, что ком... Я реально не понял, блядь. Ты чё... Спасибо большое, ребят. Мне реально спасибо, я без вас хуй бы понял этот момент, реально, вот честно, блядь. Слава богу, что у меня такая умная аудитория, блядь. Это Мел начинает сливать... Я реально спасибо, пацаны, я вообще от души. ...с выплат подписчикам за свои денежные задания. Школьнику с приветом от президента Литвы точно уже полная сумма выплачена не будет. А тут ещё вообще никаких... А, кинул уже кого-то. ...книг не получил некий Влад, который сумел организовать послание Андрею от звезды фильмов для взрослых Джонни Синца. Ролик быстро разлетелся по сети, а доказательства были отправлены модератором. Хай, Влад. ...как это задание не актуально, поэтому никаких денег он не получит. Хотя официального объявления об окончании конкурса никакого не было. Ну и пара... Да ой, блядь, наёбер кого-то наебал. Не в жизнь. Чувак, я в жизни не поверю, что наёбер кого-то наебал. Невозможно. Мы, наверное, не просто неправильно поняли ситуацию. Небольших новостей. Для всех тех, кто в будущем собирается сдавать ЕГЭ, сделали... ...интересное изменение правила написания... ...эй, Влад. ...эзамена по-русскому, а конкретно блока с сочинением. Там есть критерии К4, в котором ученику необходимо описать своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. Обычно... Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? ...написание экзамена по-русскому, а конкретно блока с сочинением. Там есть критерии К4, в котором ученику необходимо описать своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. Я когда, кстати, ЕГЭ сдавал, я пиздец автора засрал. Бля, какую хуйню... Ну я максималист был лютейший. Лютейший максималист был подростком. И там я вот читаю это сочинение, он такую хуйню нанёс. банный. Но я не помню, что там было. Там типа... Вообще люди должны вот так жить. Вот так должны жить. И еще вот так прольну. Там что-то вот такое. Я такую хуйню накатал. Бля, и мне так жопа сгорела. И это мне помогло. Я очень на хорошую оценку сдал. Математику пиздец на хуйню сдал. А русский очень хорошо сдал. Я прям жестко по нем прошелся, короче. Я такое что-то в конце написал, типа А если ты считаешь, что что-то... Что все должны жить, как ты думаешь, то ты так и останешься никому неизвестно. Что-то автором, который пишет всего лишь для сочинений, типа, поняли? Текст, бля, бля, ебать. Я еще пришел, помню, в школу. Я такой, вот, учительница по-русскому. Я вот так, смотрите, как ответил. Она такая, а ты долбоеб, ты че сделал, блядь? Ну, она подумала, что это точно не прокат. Она говорит, ты конченый долбой. Я учила чему? Я согласен с автором. Потому что, ну, поняли? Типовой просто ответ, который всегда прокатывает. И она прям жопу у нее сгодила. Она говорит, ты че сделал, блядь? Нахуй ты сделал? Не, прокатила, прокатила. Даже мне кажется, ну, по ощущениям, как будто женщина, которая это проверяла, да, ну, там же не только робот проверяет сочинения, там, люди проверяют. И вот, кто проверял, ему понравился я, типа, моя, ну, слава богу. Тем более, я не особо грамотно пишу, а мне все равно, как бы, ну, короче. Турное произведение. ТГ лиды. Ща, ща, конфликт, блядь. Че он там выс... Чел высрал че-то. Спасибо вору моих шуток за рейд. Я тебе не давал... Подожди, кто, блядь? Че-то я не понял. Да иди ты в жопу, блядь. Так, по лиде пройдемся потом. Теперь их можно брать из аниме, манги, комиксов, мультиков и видеоигр. Лида сказал, что ты у него шутку украл. А как я ему рейд дал? А, типа, я понял, что я на стриме сказал, и он, типа, к нему пришли люди. Ну, это хомячки, блядь. Это реклама, да? Нет. Дианастер, которую привыкли воспринимать блогерам, пошла по некогда протоптанной дорожке шипа и уходит полностью в музыку. Сегодня у нее состоялась премьера трека Тупая, которая она приурочила... Зайбись. ...объявление о подписании контракта с Blackstar. Че еще? ...у нее состоялась премьера трека Тупая, которая она приурочила объявление о подписании контракта с Blackstar. Именно поэтому они с Евгением сейчас так много тусят. Бля, блогер, пиздец, обожаю вообще, молодец. Иди теперь чаще можно будет увидеть с остальными их артистами. А вот Юлия Гаврилина в очередной... Это хуйня. ...раз призвала всех ухаживать за своими зубами. Все, кто видит ее улыбку впервые, думают, что это виниры. Но на самом деле в таком состоянии она смогла сохранить настоящее, благодаря тщательному уходу с детства. А, повезло, а я вот нихуя не следил с зубами. Я бывал даже неделями зубы не чистил, мне еще похуй. Вот как... Ребят, как карисы пойдут, как будет вам сложно холодное пить, жевать, ну, там, не знаю, шоколад есть, блядь. Вот тогда будете так чистить зубы, боже мой, блядь. Полоски появятся у вас вот эти. Блядь, я серьезно говорю, до этого момента хуй всегда забивал. ...походы к стоматологу, которым она призывает и всех остальных. Понятно. Спасибо, что призвала. ...всем, что у меня не виниры. Это мои... ...повезло, ну, ничего, от рождения. А, на скобки носил, все понял. Это была долгая и долгая плодотворная работа. Ходите себе хорошие зубки, что вам важно знать? Это дисциплина и цикличность. Это придет... Ну, ладно, уж так не накручиваю, типа, это очень, блядь, сложно. Дисциплина, блядь, расписание. Да просто перед сном зубы чистите, и как проснетесь, готовы, блядь. И хорошо чистите зубы, нормальный паста, нормальный щеткой, готов. Ой, так, ладно. Ну, это еще, кстати, если за зубами следить, надо меньше кофе пить. Это все пиздец, как все влияет жестко.